Русские новости Русские новости И окружающего люди Собирают противников Единства русской государственности Единства русской политической нации Вообще единства государства Как такового, поскольку Под крылом у Путина Собираются отчаянные сепаратисты Ненавистники всего русского Русофобы Но коль скоро Путин сам является русофобом Он вокруг себя русофобов и собирает И вот в Ешкар-Але Собирается так называемый Совет по межнациональным отношениям При президенте Российской Федерации Длинный стол Человек, наверное, 30-40 собирается Многие высказываются Вот они что-то там обсуждали И телеканал Россия-24 в прямом эфире Дал сплошняком Все это заседание В течение 3-х или 3,5 часов Я включил телевизор случайно Где-то в середине И все это дело Все это безобразие прослушал И я думал Ну хотя бы один человек Что-нибудь скажет О русском народе О русских людях Ни один не сказал Да и выступали люди В основном не русские Может быть Некоторые из них Очень небольшое число Но может быть 2-3 человека Из двух десятков выступивших Считают себя русскими Но на самом деле Русскими, конечно, не являются И заботы русского народа Им совершенно чужды Камера так показывала Во все стороны Всякие скучающие физиономии Потому что говорить-то Собственно нечем Не о чем Они Вот эти люди Собравшиеся за Чрезвычайно длинным И нелепым для любого совещания Столом Явно скучали Они не занимаются Ведь действительно Межнациональными отношениями Они не разрешают Не стремятся Разрешить Межнациональные конфликты Потому что Они исключили Из рассмотрения Вообще Существования русского народа Ну, соответственно Какие там конфликты Ну, бывает Да, вот Осетино-Ингушский конфликт Какой-то Застарелый уже Давнишний Которым все Позабыли И Напоминание Об этом конфликте Скорее Является его Реанимацией Возбуждением Чем Действительно Попыткой что-то Разрешить А больше Ни одного слова Каких-либо конфликтов Просто не было На этом совещании То есть Это совет Не по межнациональным Отношениям Которых не существует Но национальности Между собой Не могут построить Отношения Могут быть Межнациональные конфликты Кто спорит Действительно Они есть И в огромном количестве Вся Российская Федерация Пропитана Этими конфликтами Но об этих конфликтах Никто и не собирается Говорить Ни Путин Ни вот собранная Вот эта помойка Общественно-политическая Которую Он то и дело Собирает Под видом Некоего совета При себе любимом Так вот Я посмотрел Примерно половину Это конечно Тяжелый бред Человеку Который Не заинтересован В самой теме И не является Исследователем Этой темы Смотреть это все Конечно Было невозможно Я думаю Что ни один Вменяемый человек Просто не смотрел А я посмотрел Как исследователь Посмотрел Как русофобия Живет и процветает Вот в этой среде Начиная конечно С Владимира Путина Он вступительное слово Сказал Он заключительное слово Сказал Половину я прослушал Живьем А половину Выступлений Конечно Уже подправленных Я прочитал В интернете Нашел стенограмму И я поделюсь с вами И прокомментирую То о чем там говорили В общем-то Это совет По государственной русофобии При президенте Российской Федерации Да и особенную роль Конечно в этом совете Играют евреи Евреи Александр Брод Там сидит Евреи Александр Хлопотин И другие И другие Александр Брод Мне известен Как нанятый Кремлем Еврейский активист Который писал Лично на меня Доносы В ФСБ В прокуратуру Выступал против меня Говорил всякие гадости По радиоэфиру И мне Ни разу Даже в статусе Депутата Государственной думы Не дали возможность Сказать что-либо Напротив Ну тогда Все эти доносы Я отбил И статус мне помог Если бы сейчас Наверное Этот мерзавец Написал бы донос Я думаю Что мне было бы Гораздо тяжелее Отбиваться Поскольку Он является Ближайшим Боярином Владимира Путина Такой штатный Еврей При нерусском Президенте Или человеке Который Назвал себя Президентом Его правящая Группировка Объявила президентом Конечно Его никто Президентом Не выбирал Это мы Знаем хорошо Вот этот совет По государственной Русофобии Начинается он С выступления Путина И Путин Ставит цель Мы Собрались Для анализа Стратегии Государственной Национальной Политики На региональном И муниципальном Уровне Ничего подобного Ни в одном Выступлении Не было Никакого Анализа Ни регионального Ни муниципального Никакого Как в советские Времена Самоотчеты Каждый Рассказывал Какой он хороший А вообще-то Все эти люди Которые собрались Они не то что Межнациональных Отношений Не знают И не понимают Они даже Собственные народности Не знают И не понимают Поскольку выступают От имени Неких Общественных Якобы Общественных Структур При чиновниках Действующих В неких Административных Единицах Так называемых Регионах Или там Республиках Эти люди Не знают Ничего Они Лишь Проталкивают Через этот Совет Свои Собственные Гешефты Свои Собственные Проекты Более Ничего Далее Путин говорит Основные Приоритеты Вот для работы Этого Так называемого Совета Это сохранение Однокультурного Многообразия Народов В России Сохранение То есть Это государство Берет на себя Вот такую функцию Сохранения Этнокультурного Многообразия Не формирование Единой Этнокультурной Общности В России Что является Целью Нормального Государства А у нас Государства Как такового Нет Поэтому И цели Антигосударственные И упрощение Гражданского Самосознания И духовной Общности Нашей Нации О какой Нации Говорит Путин Никакой Нации В его Глазах В России Не существует Единственная Нация Которая Может Существовать В России Это Русская Нация Но она Лишена Государства Поэтому Один из Признаков Нации У русского Народа Отнят Хотя Само Ощущение Что мы Все-таки Государственно Образующий Народ У нас Есть И в этом Смысле Мы Нацией Все еще Являемся Такой Недоделанной Нацией Может быть Где-то Близкими К Палестинцам Вот Палестинцы Лишены Своего Государства Но все-таки Считают Что имеют На него Право Вот мы Тоже Считаем Но кроме Того Мы еще Являемся И большинством Как раз В этнокультурном Плане Мы Большинство Но Никакими Правами Мы не обладаем Являемся Подавляемым Репрессированным Большинством В России Поэтому Полноценной Нацией Мы Разумеется Не являемся Какой Нацией Говорит Владимир Владимирович Путин Самозванец На посту Президента Видимо Он имеет Ввиду Нацию Россиян То есть Не русских То есть Нацию В России Составляют По представлениям Той группировки Которая Пришла К власти Только Не русские То есть Русские Нацией Не являются Вот не русские Они Каким-то образом Они тоже Конечно Никакой нации Не составляют Но в глазах Владимира Путина Россияне Это нация В глазах Русских людей Вменяемого Русского человека Россияне Это не нация И нации Быть не могут Никогда Ну а русским Вот надо Стать с нацией Чтобы сохранить Россию Для себя И для Будущих Поколений Путин Высказывается По поводу Русского языка По поводу Русского народа Он ничего не знает Он знает только о русском языке Русский язык для нас Язык государственный Язык межнационального общения И его ничем Заменить нельзя Он естественный Духовный каркас Нашей Многонациональной страны Его знать должен каждый Русского народа нет Есть только русский язык Вот русский язык Как будто вот государство Отнимает у русского народа Этот язык И им пользуется Вообщении Соотносясь С русским народом С русской историей Не существует Русского народа Для Путина А русский язык Ну конечно Надо же на каком-то одном языке Вести Бюрократические документы Оборот Вот и требует Путин Языки народов России Тоже неотъемлемая часть Самобытной культуры Народов России Ну понятно Языки народов Самобытные Неотъемлемые И так далее Изучать эти языки Гарантирован Конституции Право Право Добровольное Заставлять человека Учить язык Который для него Родным не является Так же недопустимо Как и снижать уровень И время преподавания Русского Обращаю на это Особое внимание Глав регионов Российской Федерации Ну полный абсурд То есть Если вы говорите Что нельзя заставлять Человека Учить Неродной ему язык Тогда отмените Обучение Иностранным языкам В школе Отмените тогда Полностью Обучение На языках Народов России В школе Тот кто хочет Пусть факультативно Учит Ну это просто бред Сивой кобылы У нас есть языки Великих европейских культур Которые традиционно Изучались в школе И в высших учебных заведениях И есть государственный язык Вот то что является обязательным А языки народов России Кроме русского Это дело действительно Не государственное Факультативное И здесь вот Путин Путается в трех соснах Что изучать языки С одной стороны Это правая Гарантированная конституция А с другой стороны Нельзя заставлять человека Учить неродной ему язык Какой-то бред Сивой кобылы Далее он говорит Наработан немалый Главное хороший Результативный опыт И ссылается Естественно На социологические опросы Человек с одной Извилиной в голове Он всегда считает Что социологические опросы Это истина В последней инстанции Это то На чем может быть Основано Вообще любое Государственное решение Это конечно Нелепость полнейшая Ну уж такой нам вот достался Человек Который Воссел на президентское кресло Теперь Морочит голову себе И другим Ну и ему легко Морочат голову Подсовывают Какие-то там опросы И вот он ссылается На опросы Вот в этом Хорошем опыте Оказывается Происходит Рост числа граждан Считающих отношения Между людьми Разных национальностей Доброжелательными Сегодня их почти 80% Напомню Вы знаете об этом Еще лет так 10-15 Ситуация была совсем иной Ну то есть намекает На ельцинский период То что было до него Там 15-17 лет назад Вот он пришел И якобы начал разгребать Ну социологические опросы Проводятся в ситуации опроса А ситуация опроса Это информационная среда В которой живут люди В этой информационной среде Русофобия стала правилом Благодаря деятельности Путина и его группировки Поэтому люди Во всех этих опросах Научились правильно отвечать Да говорят они Все хорошо Все доброжелательно Мы живем там Не хуже чем в СССР Все такие доброжелательные Друг другу Отходят в сторону Говорят да чертовы Там и прибавляют названия Каких нибудь народов Которым относят Вот всю эту тусовку Социологическую Или журналистскую Опросы показывают Каждый пятый житель России Считает деятельность Местной власти В сфере межнациональных отношений Недостаточно эффективной Что такое недостаточно эффективная Вот прямо к человеку Подходит и спрашивает Насколько эффективной Является деятельность Вашей местной администрации В области межнациональных отношений Человек почесал в затылке И думает Ну наверное если спрашивают Значит недостаточно эффективный Вот этот вот бред Потом Путин упоминает Об эскалации большинства конфликтов Из-за неспособности властей Решать какие-то проблемы Но ни слова о конфликтах В течение всех трех с половиной часов Перемолачивания воздуха Этими людьми Которые собрались вокруг Путина Ни разу не упомянуто Никаких конфликтов Ничего У нас нет конфликтов У нас 80% считают Что все прекрасно Все доброжелательные И красота Просто Как говорили в советские времена Мир, дружба, жвачка Цельсообразно ввести во всех органах Местного самоуправления Ответственных за сферу Межнациональных отношений Так как это сделано На федеральном И на региональном уровне То есть они говорят О выстраивании Русофобской вертикали Это вот доносчики Типа господина Брода Будут вовремя доносить В следственные Там прокурорские органы ФСБ О том, что вот здесь Кто-то что-то не то сказал Нужны не только Типовые учебные программы Но и полноценный Профессиональный стандарт Еще и обучать будут Этих доносчиков Прямо вот будет диплом Специалист по межнациональным отношениям То есть Штатный Образованный Русофоб Который будет доносить На русских За то, что Им не нравится ситуация В которой они живут Но ведь красота Наступила А вот некоторые Кое-где у нас порой Как пелось тоже В песне Песни советских времен Честно жить не хочет Вот это честно Это люди Которые проявляют Русское самосознание Они должны находиться Под надзором И вот специальные люди Должны готовиться В системе образования Должно быть методическое Сопровождение Деятельности Региональных И муниципальных органов То есть Вся структура Должна превратиться В такое месиво Доносительство Надо создать условия Для формирования На местах Профильных Консультативных Площадок Где представители Власти И структур Гражданского Общества Смогут регулярно Общаться Сотрудничать Сверять И координировать Свои действия Никогда Ни разу За всю деятельность Путина Вот кстати При Ельцине Как-то было Несколько иначе Хотя бы Русские организации Кое-где Я сам помню Как были Конгресс русских Общин Делегация Была на приеме У вице-президента Руцкого Ну неплохо На уровне Вице-президента Второго лица В государстве Был такой прием Правда безрезультатный Абсолютно Но хотя бы Это было При Путине Не было вообще Никогда и нигде Никаких Русских организаций Никуда не приглашали Нет таких организаций Они все Истреблены Уничтожены И даже уже Фикции не осталось Уже даже фикции Находятся под подозрением Нет таких организаций Официально Ничего русского В России нет Никаких Общественных структур Это результат Деятельности Путина Более чем 220 тысяч Некоммерческих Организаций Оказывается В России Действуют Вот вы сталкивались С какими-то Общественными Организациями Вот если Скажем Вы не состоите Ни в каких Общественных Организациях Вы с какими-то Сталкивались В жизни Да никогда Вы не сталкивались Их просто Не существует Не существует Есть масса Фикции Вот это все Учтено 220 тысяч Из них 6 тысяч Имеют в своих Уставных целях Этнокультурное Содержание И совершенствовать Политику Их поддержки Безусловно Нужно продолжать То есть Выделяем Эти 6 тысяч Из 220 тысяч Фиктивных Или действующих Неважно Но вот именно Их и надо Поддерживать Вот именно Они и будут Единственными Существующими Так называемыми Общественными Организациями Ну и представители Таких организаций Как раз А вовсе Не каких-то Национальностей Собрались Вокруг Путина И они Делают свой Дешефт Ну вместе с Путиным Который свой Дешефт Тоже не забывает Нужно обеспечивать Грантовую поддержку Спектр Общественно-полезных Услуг Социально-ориентированных НКО Уже дополнен Приоритетами Развития Межнационального Сотрудничества Защиты языков И культуры Народов России Социокультурной Адаптации Мигрантов Вот куда Используются Наши денежки На адаптацию Мигрантов Которые здесь Даром Никому не нужны Но одно дело Соотечники Которые переезжают В Российскую Федерацию У нас понятие Соотечник Просто наотрез Отказались Вносить в законодательство Поэтому и закон О соотечниках Никак не действует И нет его А есть вот так называемые Эти вот НКО с Этнокультурным компонентом Вот их они Как раз и развивают Изо всех сил То есть развивают Сепаратизм И русофобию Это и есть Содержание Политики Путина Должно произойти Развитие Популяризации Регионами И муниципалитетами Своих Этнокультурных Брендов И надо пропагандировать Что Чечня Только для чеченцев Якутия Только для якутов Татарстан Только для татар Это и происходит Это и есть Повседневная деятельность Путина Разрыв страны Этнокультурными границами Разграничения народов Которые не сближаются А разделяются Сепаратизм В чистом виде Такой интернационалистский Совковый сепаратизм Который и развалил СССР Территорию Великой державы Которая была собрана В Российскую империю И вот коммунисты Разграничив Нас этнокультурными Барьерами Развалили Государство Именно по этой причине Ну нет у них Не было у них русской нации Не было Был советский народ Вот теперь Вместо советского народа Нам впихивают Термин Россияне Вот это они Хотят считать нацией Нация россиян Ну каждому русскому Надо сказать Вы россияне Я русский Между нами Ничего общего нет Россиянин Это не русский Русский это не россиянин В мире мы жить Принципиально не можем Потому что Россиянин Это человек Который находится на содержании Олигархического режима С целью уничтожения Русского народа Вы россияне Мы русские Между нами Стоит непроницаемый барьер Все Не хотите быть русскими В России Ради бога Пока силы на вашей стороне Будет силы на нашей стороне Тогда мы утвердим Свое право справедливости Право русских на Россию Вы это право отвергаете Соответственно Вы получите ответку Ну что еще Больше в общем Путин ничего не сказал Говорить ему не о чем Пустая совершенно тема И передает слово Хлопонину Александру Геннадьевичу Заместителю председателя Правительства Российской Федерации Который курирует Все то же самое И он то же самое Что Путин сказал Пересказывает Своими словами Он говорит о системе управления И вопросами финансирования Вот той самой программы О которой шла речь Никто не отчитывается Ни о финансировании Ни об управлении Ничего нет На реализацию программы На период До 2025 года Выделено 26 миллиардов рублей Тю-тю Вот наши денежки Куда уходят На русофоб Из наших карманов Вынимают И кладут в карманы Русофобов И сепаратистов В первом полугодии 2017 года Федеральным агентством По делам национальности Было заключено Соглашение С 61 субъектом Российской Федерации О субсидировании В регионах Мероприятий По укреплению Единства Российской нации Этнокультурному развитию Народов России Поскольку Российской нации Не существует Значит Это было финансирование Русофобии Поскольку Этнокультурного развития Народов России Не может быть Без русского народа Это то же самое 61 субъект Федерации Подписали соглашение Это значит Что к тем 26 миллиардам Добавятся еще Выплаты Из регионального бюджета Колоссальный ущерб Российской государственности И русской нации Происходит работа С социально ориентированными Некоммерческими организациями Они оказывают Общественно полезные услуги В сфере Межнациональных отношений Адаптации И интеграции Мигрантов Что такое Услуги В сфере Межнациональных отношений Это Бред сивой кобылы Которые Считаются нормой В жизни Вот этих людей Считающих Что они управляют Государством Они управляют Только своим карманом А нам морочат голову Вот и все Кадровый вопрос Очень важен Нужен проект Федерального Профессионального Стандарта Пересказ Путина Проблема миграции Свыше 2 миллионов Иностранных граждан Осуществляет Свою трудовую деятельность На территории Российской Федерации Господин Хлопонин Просто не знает Реальности Уж никак не меньше 10 миллионов Мигрантов Живет постоянно В Российской Федерации И осуществляет Якобы трудовую деятельность А в том числе Криминальную деятельность Никаких проблем Миграции Этим людям неизвестно Никаких проблем Связанных с адаптацией Они просто не знают И ни одной проблем Они не перечислили Ну хотя бы Если они упомянули Что-то Ну хотя бы так В столбик Пункт по пунктам Перечислили Ничего нет Естественно Что все эти люди Не готовились к совещанию Никаких текстов У них нет Они просто посидели Там попили чайку Приятностями обменялись И всякие глупости Понаговорили Пропагандировали Свои собственные Индивидуальные проекты В общем не связанные С жизнью национальности В Российской Федерации Ну тем более С русскими Надо создать Единую Понятную Управленческую Вертикаль То есть Бюрократия Берет свое Она хочет Чтобы русофобия Была поставлена На системный уровень На системный уровень И в каждом регионе В каждой точке Нашей страны Всегда присутствовал Определенный русофоб С полномочиями И правом доносить По вертикали Что здесь вот что-то не так Естественно Использовать Все возможности Насильственной системы Государства Какого не существует Точнее Это получается Что это наемники Криминальной банды Захватившие Действительно Наше государство Отнявшие у нас Это государство Вот теперь они выстраивают Оккупационную администрацию Она уже должна действовать Не только по законам Которые писаны Но и по беззаконию С помощью доносов Доносители Они выстраивают Вот в эту Вертикаль Дальше потом Бла-бла-бла Идет длинная Хлопонина Внедряется разработанная Федеральным агентством Система мониторинга Состояния межнациональных И межконфессиональных Отношений Раннего предупреждения Конфликтных ситуаций Но это вранье Поскольку федеральное агентство Ничего не разрабатывало Они взяли у русофоба Тишкова Академика Ему за это академика И дали за то Что он русофоб Вот по кадровой политике Нужен им уже Целый федеральный университет А также базовые вузы В российских регионах Нужно повышение квалификации В котором присутствует Уже национальный компонент Но Вопросы связаны Вот этот национальный компонент При повышении квалификации Кого непонятно Чиновников Видимо они по совместительству И русофобами являются Что они изучают Антитеррористическую безопасность Профилактику политического экстремизма В молодежной среде Вот что на самом деле Является подоплекой Всего того Что скрывается На подобного рода заседаниях Но пробалтывается Не очень умными людьми Типа Хлопонина Итак Антитеррористическая безопасность Что конечно К межнациональным конфликтам Не имеет никакого отношения И профилактика Политического экстремизма Среди молодежи То есть когда молодежь Начинает осознавать Свою национальную Этническую принадлежность Вот это и является Распространением экстремизма Причем странная формулировка Политического экстремизма Политического экстремизма А что Какой-то есть еще другой экстремизм Не политический Наибольшую заинтересованность Специалисты по межнациональным отношениям Проявляют такие регионы Российской Федерации, как Ставропольский край, Республика Ингушетия, практически Чеченская республика, и Республика Татарстан, где подавление русских является систематической деятельностью руководства, назначенного самим Путиным. Причем им важны специалисты, им не хватает явно по регионоведению России, политологии, религиоведению, теологии, культурологии, антропологии и этнологии. Квота целевого приема, вот масштаб деятельности по данным специальностям, составила 183 человека. Это разговаривают на уровне президента об этом. 183 человека требуется или вот сейчас готовятся по этим специальностям во многих республиках, то есть это просто ничтожная проблема, ее не существует проблема, никому не нужны эти специалисты. Крайне важной является поддержка проектов, ориентированных на формирование российской общегражданской идентичности и общегражданскую консолидацию. Они просто не знают, что это такое. Еврей Хлопонин не знает, что такое русский народ и что такое консолидация русского народа и других народов вокруг русского. Он вообще не понимает, о чем идет речь. И он еще смеет рассуждать о каких-то квотах, об образовательной системе, управленческой системе. Человек, который в жизни не умеет ничего, кроме болтовни. Ну вот болтовней они и занимаются, а под спудом осуществляют свою преступную деятельность. Претензии к кинематографу и средствам массовой информации. Нужны творческие продукты патриотического характера. Ваш патриотизм никакого отношения к России не имеет. Это просто любовь к начальству. Мы это прекрасно видим. Вам хочется, чтобы все пропагандировали любовь к незабвенному Владимиру Владимировичу и к любому начальнику, чиновнику, который им посажен руководить. Но этого не будет никогда. Халуев всегда много, только их продукция не пользуется никаким авторитетом и никому она не нужна. Да вы хоть так финансируйтесь. Никто не будет ни ваши фильмы смотреть, ни в ваших программах участвовать. И в школе обратить большее внимание на вопросы межнациональных отношений и их правильную трактовку. Вы не способны. Не способны к правильной трактовке межнациональных отношений. Отношений между национальностями. Не нациями, а национальностями. И отношений между русской нацией и малыми национальностями. Они все малые в России. С русским народом. Вы этого не понимаете. Поэтому никакой здравой школьной программы вы составить не сможете. И кроме возбуждения, ненависти и вражды вы не способны ни на что. Ну и дальше пошло обсуждение. Выступает от марийцев Яковлева. Говорит про острые вопросы марийского языка. Присутствие национальных кадров о властных структурах. Ну как всегда надо выбить денег под все это дело. Про традиционную марийскую религию. Которую тоже надо как-то отмечать, официально регистрировать. В 17 регионах Российской Федерации зарегистрировано 65 общественных организаций марийского народа. Жуть. Ни в одном субъекте федерации не зарегистрировано ни одной организации русского народа. А марийского народа, это просто песчинка в населении России, зарегистрировано 65 организаций. Здорово. И наверняка все финансируются очень неплохо из той же Марийской Республики или из местных бюджетов. Происходят традиционные слеты марийской молодежи. Этно- и экофорумы для сельской молодежи. Форумы молодых журналистов. Ничего этого для русского народа нет. Вот в сравнении с русским народом мы прекрасно видим до какой степени развалина Российская Федерация. Ключевого государства образующего народа вообще нигде не присутствует. Нигде. Проводится фестиваль, на который съезжаются все национальные театры финно-угорских народов. Существуют аналогичные театры у тюркоязычных, северокавказских и других народов. Кроме русского. Кроме русского. Все есть. Этнокультурное, кроме как у русских. А русским зачем? Выступает представитель общества русской культуры Удмуртской Республики. Филов Максим Федорович. Вроде русское имя и организация якобы русская. Но ничего русского, ни одного слова русского сказано не было этим человеком. Он говорит про большой этнографический диктант. Основная проблема этнографическая, этнокультурная безграмотность современного общества. И он с помощью какого-то идиотского диктанта пытается что-то там решить. Ну это просто куром на смех. Для диктанта был разработан опросник из 30 вопросов. Ребята, о чем идет речь? 30 вопросов, это что, выявление уровня понимания этнокультурной ситуации в России? Ну это действительно куром на смех. 42 тысячи участников писали диктант. Ну наверняка под прицелом пистолетов в школе. Насильственно. То есть заставили детей, писателей, студентов. Еще 50 с лишним тысяч отвечали на вопросы в режиме онлайн. Средний балл из 100, 53 с половиной. Ничего невозможно сказать. Это ни о чем не говорящие цифры, никому не нужная деятельность. И вроде как общество русской культуры в Удмуртии. Ни слова про русскую культуру, ни слова про взаимоотношения удмуртов с русскими. Ничего. Дальше выступает Руслан Владимирович Гусаров. Вроде как фамилия русская. Ассоциация образовательных учреждений потребительской кооперации. Какое отношение к межнациональным отношениям? Никакого. Но при этом, правда, этот человек возглавляет еще и московский кавказский клуб. Ну, видимо, кавказец с русской фамилией Гусаров начинает рассказывать о том, что существует молодежный проект межнационального согласия. Маяки дружбы, башни Кавказа, культура Кавказа. Вот такое длинное название. И вся выдумка состоит в том, чтобы собрать из регионов по несколько человек, провести их по родовым башням Кавказа. И повстречать их с старожилами, стариками, которые расскажут легенды о своих родовых историях. Вот и все. Из этого высасывается какой-то высокий смысл. Это бессмысленная, совершенно никому не нужная деятельность. Ну, вот если там как-то тусуют вместе осетин и ингушей, это еще какое-то значение имеет. Но опять же, как я скажу, все уже забыли про осетин и ингушский конфликт. Давайте мы его разогреем снова, напомним, расскажем обо всем. И будем потом бороться за дружбу между народами. Сначала их противопоставим друг другу, потом начнем бороться. Ну, а всех вместе направим против русских, потому что это же не для русских. Русских, может быть, интересно было бы изучать родовую историю кавказцев, но только когда русские в своей стране были бы хозяевами. А они здесь рабы, в том числе у тех же кавказцев. На Кавказе или вне Кавказа, везде, где русские есть, везде они почему-то рабы у других национальностей. Прежде всего, у кремлевской национальности. Интернациональные отряды работали в двух ущельях в республиках. Старики рассказывали, и главное, что их было 80 человек, и каждый из них что-нибудь написал в своем персональном дневнике, где-нибудь там в социальных сетях. Ну, какого масштаба проблемы обсуждаются якобы президентом, якобы Российской Федерации. Вот представьте, Кавказ, лето, горы, красивые башни, у подножия этих древних стен старики общаются с российской молодежью, рассказывают о своих родовых башнях, об истории культуры ингушей и осетин. Просто, как говорится, уши вянут, но зато эти люди стали лауреатами президентского гранта. Вот для русских ничего подобного нет, а этим гранты дают, чтобы они занимались вот этой пионерской работой. Пионерская зорька у них в голове на 80 человек, вот такой масштаб деятельности. Дальше некая Лянгеев Маргарита Орвитовна, гильдия межэтнической журналистики. Ну, это вообще просто бред какой-то существования такой гильдии. Гильдия, как она признается, не моно, а полиэтническая НКО, ставящая своей целью качественное освещение межэтнических отношений. Качественное это какое? Освещение конфликтов, кто прав, кто виноват, или просто опять деятельность пионеров и октябрят под руководством партии нового типа, или там партии старого типа, уже неважно, это один и тот же тип бюрократической партии, что была КПСС, что Единая Россия. В 2008 году, вот тут правда прорезается, нам удалось обнаружить чуть более 300 журналистских работ на тему жизни народов России. 134 федеральных, региональных и 71 этнической СМИ. Большая часть собранных тогда работ нас ужаснули, потому что они подпадали по 282 статью Уголовного кодекса. Ну, представляете себе, какое богатство они получили. Но разобравшись, мы поняли, что дело не в том, что у журналистов есть какой-то злой умысел, а в том, что они не знают, не умеют работать с этой непростой темой. Русских за это в тюрьму сажают, а тут говорят, ну, понимаете, они не разобрались, давайте мы им поможем. Вот русским помогают с помощью Уголовного кодекса. Юрий Екишев сидит в тюрьме за это. И многие другие, 282 статья, наверное, прошедших через тюрьмы, через суды, уже многие тысячи, уже многие тысячи, по всяким пустякам. Их никто не подозревает в том, что они что-то там не разобрались. Считается, что они отлично разобрались, они все поняли. А вот журналисты, которые, ну, я уверен, что это сплошная была русофобия, то, что они собирали тогда в 2008 году. Вот они не разобрались, поэтому им надо помогать. И помогли. За прошедшие 10 лет ситуация очень сильно изменилась к лучшему. В каком смысле? Никто не знает. Никто не знает, потому что нет параметра, по которому можно было бы оценить. Вот мы, русские, чувствуем, что стало гораздо хуже. Гораздо хуже. Оформилась совершенно четко, оформилась русофобская политика в деятельности государственных органов на всех уровней. Вот сейчас до муниципального поставлена задача добраться до муниципального. Ну, опять же, нужно ресурсное обеспечение, говорит эта дама. Уже два года идет сокращение в сегменте этнических СМИ. Этнические СМИ пребывают в состоянии, как будто они последние 40 лет находятся в анабиозе. А аудитория таких СМИ мизерная, ну, потому что не нужны они никому. Абсолютно не нужны. Минимум 10% на свое содержание этнические СМИ должны добывать сами. Это подписка, пожертвование и реклама. Ну, это вот рассуждение ни о чем. То, что никому не нужно, давайте мы их еще заставим, чтобы они проявляли активность. Да не привыкли жить как паразиты и получать все от государства. Они все финансируются из государственного кармана. Хоть одна русская газета финансируется, хоть один русский журнал. Ничего. Только так называемый этнокультурный компонент, но только чтобы был не русский. Вот это самое главное, это финансируется. Более 2200 СМИ в России выходят на национальных языках. Ну, понятно, что они именно пропагандируют на своих языках. На русском языке, конечно, выходит гораздо больше. Но что пропагандируют на русском языке, мы тоже прекрасно знаем. На русском языке пропагандируется государственная русофобия. Этого требуют от всех крупных СМИ. А если в малых СМИ кто-то за русских заступается, 282 статья, возбуждение розни, закрытие. Все русские газеты, вот существовало в небольшом количестве, может быть, там, несколько десятков, может быть, сотня русских газет, малотиражных, все закрыты. Все закрыты, может быть, единицы сейчас выходят, и только потому, что правоохранители просто о них не знают, им в руки эти издания не попадают. Вот требуют поправку в закон о СМИ, чтобы там была 5% квота на производство и распространение контента с национально-культурным компонентом. То есть, никому не интересно, насильно через закон начнем впихивать в СМИ. Возбуждать межнациональную рознь. Реально, не так, как русских обвиняют, в чем русских обвиняют. А вот, как реально действует Путин и его компания. Уничтожение русских, это самая главная проблема в межнациональных отношениях. Потому что, какая-то национальность, ее даже название трудно сформулировать, захватила власть и уничтожает наш народ. Вот это самый главный межнациональный конфликт, если говорить в терминах вот этих людей. Вот этот. Ну, его, естественно, они не собираются замечать. Ну, тут вообще смешная программа телекомпании «Север» из Сургута. «Мама, я русского люблю» о проблемах межнациональных браков. Тут же вспоминается скабрезная детская песенка «Мама, я повара люблю». «Разжигаем интерес к теме», так вот заявляет эта дама. Тут нужны разные темы. Нужен озорной филеетон на межнациональных отношениях через сочетаемость овощей и фруктов и других продуктов, чем огурец лучше ксенофоба. Но детский сад, ей-богу, детский сад. И вдруг опять правда прорывается. А вот кто выгодоприобретатель хороших межнациональных отношений и укрепления российской нации? Вроде бы вообще все, но персонально-то вообще никто. А там, где никто, то все ждут, что это будет государство. И создается такая парадоксальная ситуация, что чем больше развивается этнокультурная сфера, тем больше она будет потреблять из государственного кармана. Вот просто стопроцентное право. Чем больше вся вот эта гоп-компания вокруг Путина будет этницироваться или погружаться в этот этнокультурный компонент, тем больше денег они будут выкачивать из бюджета. Собственно, вся эта компания, собравшаяся, именно за этим к Путину и пришла. Ну а он как распределитель такой, добрый барин, этому дам, этому не дам, на это очень посмотрю, как себя вести будет, не скажет для чего лишнего. Российский бизнес воспринимает национальную тему как опасную для себя и бегает от поддержки проектов как черт отладно. Правильно бегает, потому что за этого судят и сажают в тюрьму и считают финансистами террористических организаций. А уж финансировать всякие этнокультурные компоненты, зачем это предприниматель? Зачем? Он вообще другими делами занимается. А эти ищут еще способы, как государство, чтобы заставило благотворительствовать всех этих людей на почве их сепаратистских настроений. Вот финансировать сепаратизм. Где же эти предприниматели? Заставьте их. Вот в СМИ, это же тоже своего рода предпринимательство, 5% сепаратизма в Индополож и всех остальных. Ну, чтобы этим людям жилось весело, чтобы они за наш счет процветали, а Россия просто умерла через пару-тройку десятилетий. Какой-то человек по имени Тулаев рассказывает про опыт Мордовии за минувшие 6 лет. Дни республики провели они в 42 субъектах федерации. Кому они там были нужны? Ну, абсолютно никому. И требует новых финансовых затрат. Важнейшую роль в формировании позитивных межнациональных отношений, российской гражданской идентичности, укрепления единства российской нации принадлежит русскому языку и русской культуре. Молодец, хорошо, как пионер, выучил то, что ему было предложено высказать. Русскому языку и русской культуре. Но только не русским людям и только не русскому народу. Русский народ, такое словосочетание, нельзя произносить. Вот просто нельзя. Вот три с половиной часа ни разу не сказали. Да, культура, русский язык, так, между прочим, два-три раза кто-то обронил слово. Все. А русского народа не существует. Вот русские, знайте, что для Путина, для кремлевской администрации, для всей вот этой шоблы, там, федеральное агентство по межнациональным отношениям, всякие там зампреды, хлопонины и так далее, это уж те, кто непосредственно занимается русофобией, русского народа не существует. Поэтому всякий, кто считает, причисляет себя к русскому народу, считает себя русским, у этих людей под подозрением, все мы 100 миллионов больше, там, сколько нас взрослых русских людей, по крайней мере, 100 миллионов взрослых русских людей, все мы являемся преступниками, если хоть где-то пискнем что-то о русском народе. Вот я в отношении них преступник, но не наоборот, я их считаю преступниками, считаю, что их надо сажать в тюрьму и держать там до выздоровления, они больны русофобией, патологически, удастся ли их вылечить, я не знаю, но сидеть в тюрьме они должны обязательно. Вот все они, кто высказывается за свои там сепаратистские интересы и свои локальные дешефты. Длинный прогон пропускаю, есть и кризисные ситуации в национальной, межнациональной, межконфессиональных сферах, ни слова об этом не было сказано. Полномочия должны иметь финансовое обеспечение, дайте денег, дайте денег, мы будем так активны, мы так будем межнациональные отношения пропагандировать. На своем опыте убеждаюсь, что когда город чисто, ухожен, дороги расчищены, общественный транспорт исправно ходит, редко кто вспоминает, кто мэр какой он национальности. Но если дороги не убраны, тротуары в ямах, газоны заросли, лампочки в подъездах отсутствуют, двор неблагоустроен, нет горячей воды, то, конечно, люди обязательно и далеко не лучшим образом вспомнят и про мэра, и про его национальность, причем до седьмого колена. Снова правда проявилась. Вот мы, русские люди, чувствуем, что во власти сидят сплошные русофобы. Как мы должны к ним относиться? Конечно, мы вспоминаем их до седьмого колена, и, конечно, нам припаяют за это 282 статью. Но мы будем действовать именно так, потому что, ну, такова психология любого человека. Когда есть безобразие, то причины этих безобразий ищут где-то там в генетике. Может, что-то там такое бабушка начудила на стороне, и какое-то безобразие является следствием не просто дурного воспитания, а дурной генетики. Ну, наверное, и то, и другое. Вот так люди оценивают. Что ж поделать. Господин Гельмуддинов что-то тут сказал, потом господин Абажер, проект «Народная дипломатия» и все про изоляцию Крыма, вроде как по межнациональным отношениям. А тут разговор. Реализация работы «Народная дипломатия» включилась. Болгарская, немецкая, греческая, еврейская, крымско-татарская организации и другие общественные организации русского народа в Крыму не существует. Поэтому и не приглашают проект «Народная дипломатия». Зачем там русские? Не нужны. Вот они там провели Дни Республики Крым-Софии, вообще там со СМИ работают, участвуют в совещании ОБСЕ. ОБСЕ. Причем здесь межнациональные отношения? Причем здесь национальности? Причем здесь вопрос о формировании русской нации или чего-нибудь еще? Ничего нет. Проблема донесения истины о Крыме за рубеж. А вообще-то существует проблема донесения истины о состоянии дел в Крыму до обычных граждан. Потому что все, что идет через официальные СМИ, это сплошное вранье. Но, естественно, за рубеж идет тоже сплошное вранье. Поэтому о чем говорит этот человек нерусской национальности? Дама Игнатьева рассказывает про Саха-Якутию. 139 национальностей Саха-Якутии сегодня живут в мире и согласен. Ты что-то пришла тогда? Иди гуляй. Тогда никаких проблем не существует. Дом дружбы народов работает. 32 национальных культурных объединениях, которые там существуют. 139 национальностей. А вот национальных культурных объединений почему-то только 32. Нелогично как-то. Странно. Странная арифметика. В 2016 году мы выиграли 52 гранта. Ничего себе. Хоть бы русским один грант попался хоть за что-нибудь бы. Образовать надо ассоциацию домов дружбы народов. И больше грантов, больше денег. Давайте, давайте, давайте. Ну и потом пошло то, что я уже смотрел по телевизору. Мадам Долгарева выступила. Неизвестно от какой организации. Она рассказала об очень интересной инициативе. Абсолютно никому не нужной. Есть такой в Германии Октоберфест. Такая большая пьянка организуется и туда приезжает, чтобы упиться пивом. Там все организовано для так называемого культурного питья. То есть для того, чтобы до поросячьего визга напиться пивом. Вот этот Октоберфест. Давайте аналог сделаем. Там международное значение. Там традиция. Это есть. Это вложено в немецкую психологию. Это уже как часть натуры немца. Надо вот каждый раз на Октоберфест поехать и надраться как следует. А потом, потом все очень умеренно, благообразно и аккуратно. Давайте у нас что-то подобное. А у нас, у нас самовар-фест. Ну, свихнуться можно от таких инициатив. И вот эта дамочка рассказывает о том, как это здорово. Огромный самовар. Давайте рекорды будем ставить по размеру самовара. И чаепитию. Плюс это все дело надо почему-то подвязать к футболу. Вот футбольный чемпионат. Давайте самовар-фест изобретем. И болтает, и болтает эта дамочка. Ей позволено говорить просто бесконечно. Никакого отношения к межнациональным вопросам, к межнациональным конфликтам, к национальному миру в России не относится. Не относится, но подобных болтунов принимают. Ну, и вот в этот момент, когда я смотрю, что там, какие люди присутствуют, так вот камера ходит туда-сюда, передам, я вижу, что ключевые еврейские физиономии, которые узнаются легко. Изрейтель, который у нас киндер-сюрприз, теперь глава администрации президента. Дискин, который такой штатный тоже болтун-аналитик. Александр Брод, про которого я говорил, и Хлопонин, про которого я говорил. Вот люди, занимающие должности при Путине, которые и рулят этим всем. Ну, можно сказать, евреев в Российской Федерации почти нет, в сравнении со всеми остальными. Их вообще ничтожная доля, и незаметно. Но рулят все они. Сидит Путин, с одной стороны сидит Израитель Кириенко, с другой сидит Хлопонин, и в зале рассажены Дискин, Брод, и какие-то еще люди, которых я не знаю, может быть, там тоже они причислены к этой библейской национальности. Но что они там делают? Кого они там представляют? Никого. Они представляют бюрократию, еврейскую бюрократию, которая, в свою очередь, порождена еврейской олигархией. И вот реальная ситуация межнациональных отношений в России. Сидят русофобы за этим круглым столом. Я их знаю. Тишков, про которого я сказал, такой закоренелый русофоб, такой русофобище, просто ненавидящий Россию и русских самыми глубинными недрами своей души. Сидит Зорин, который возглавлял Министерство по делам национальности, штатный русофоб. Шевченко, которого я тоже называл русофобище, человек, ненавидящий русских, просто особенно русских националистов. Ну просто его бесит, он белеет лицом от ненависти, когда встречается с русскими националистами. Баринов, русофоб, который федеральное агентство возглавил, из спецназа там вышел, ни черта не понимая в этом деле. И как человек абсолютно бесчестный, лишенный чести, он, естественно, готов выполнять любое задание своего начальника Владимира Путина. Ну и этот Магомед Алиевич, Магомед Алиев, плюс Мединский, который казался раньше приличным человеком, как только стал министром, видимо, из него что-то полезло, какая-то этнокультурная составляющая его родовой истории. По крайней мере, он перестал быть даже просто маломальски приличным человеком. Но обсуждают тут вот Крым, крымских татар, рассказывают, что строится соборная мечеть, и оказывается поддержка для организации хаджа, требуют гражданства депортированным в 44-м году, как будто их не по делам депортировали, правильно сделали, жалко, что вернули. Требуют государственный статус для татарского языка, крымско-татарского языка. То есть, ну такая концентрированная русофобия, предоставлено право говорить об этом. Выступает ассирийц, их вообще нет в России. Но нет языка, признается сам этот представитель ассирийской непонятно чего, даже эта ужинность, народность какая-то, непонятно чего. Нет никакого национально-культурного оппонента, но требует обеспечить компактное проживание и естественное образование за государственный счет. Нет проблемы, но будьте вы ассирийцами, преподавайте то, что вы способны преподавать, факультативно, ради бога. Кто против этого? Нет, давайте мы к Владимиру Владимировичу в ножки упадем, а Владимир Владимирович собирает вас против нас, против русских. Вот я другим, представителям других национальностей в Российской Федерации говорю, что вас собирают против нас. Поэтому вы становитесь соучастниками преступной политики, которую сейчас ведет Путин. и вам воздастся, вам воздастся, зачем вам это? Идите лучше в поддержку русских, вместе мы готовы организовать диалоговые площадки, но только не надо к начальству бегать, вы на начальство опираетесь против нас. Вот так же ассирийцы, то есть вместо того, чтобы вести разговор с русскими, как нам быть, как нам организоваться, вы бегаете по начальству. Ну бежите тогда вы вот того же, с той же самой национальности, что это начальство. И тут я обнаруживаю, что между делом готовят проект по Государственному реестру национальности в Российской Федерации, то, что я предлагал уже более 10 лет назад. И в Государственной Думе я такой законопроект подготовил, и соответствующий комитет я подал, предложил им обсудить. Нет, все было заблокировано, комитет просто не работал, просто не работал, не собирался, и мой проект никто и не рассматривал. Ну, я опубликовал это, у меня в книгах это опубликовано, то есть мой приоритет в этом предложении бесспорен, но он зафиксирован. Ну вот, больше 10 лет потребовалось, чтобы мозги заскрипели, и наконец-то вот этот механизм провернулся, там что-то вот нужен, реестр народов Российской Федерации. Иначе, ну невозможно этот этнокультурный компонент поставить на законодательную почву. А то я сейчас себя объявлю там орком или эльфом, и потребую, чтобы мне тоже этнокультурную организацию зарегистрировали, да еще и с бюджета приплачивали. Дальше какой-то агротурист рассказывает о красивых деревнях, которых почти не осталось, но он зато рассказывает о том, чего почти не осталось. Зачем вся эта болтовня? Какой-то иностранец тут вообще непонятно какой национальности рассказывает про русскую мечту, что якобы мы все россияне хотимами стать. Белорусский представитель во-первых отделяет себя от русских, русским себя не называет и никаких соответствующих высказываний нет. Требует автономии, национально-культурной автономии для белорусов. И заодно еще там провозглашает что-то коммерческое. они коммерцией все занимаются на самом деле, а Путин должен им помочь из бюджета подкинуть денежки на это. немец тоже про деловые центры рассуждает про диалог между странами и говорит не важно какой-то национальности а что ты пришел на совет по межнациональным отношениям если не важно какой-то национальности тогда зачем же ты себя немцем называешь а просто эти люди обслуживают свои собственные интересы в том самом диалоге который неизбежно происходит между русскими и немцами а точнее между Германией и Российской Федерацией в этом диалоге они какую-то часть выгоды переключают на себя и поэтому конечно не важно какой-то национальности потому что деньги не имеют национальности мировая валюта можно сказать что вот ради этого они все и работают и Брод с очередным доносом выступает по поводу радикалов и иммиграннофобов он предлагает видимо их искать и в общем-то его дело Путин видимо именно поэтому и держит этого человека поблизости чтобы он доносил почаще почаще ну он и проявил готовность доносить и так русским слова предоставлено не было хотя там я видел что в публике сидит Алексей Журавлев непонятно что он там делает когда-то он был техническим сотрудником партии Родина в Конгрессе русских общин но за русских он так и не высказался а зачем выступать он хорошо устроился второй срок в Государственной Думе пять лет просидел он еще пять лет просидит жизнь удалась десять лет в Государственной Думе на гособеспечении может ничего не делать продолжать свои частные коммерческие проекты ну вроде как ты сказал что я русский человек был в русских организациях ну ты хоть слово скажи там где-то в пику вот этим всем русофобам которые собрались нет отсидел там свое как как люди меняются как люди меняются когда им почему-то начинают капать в карманчик государственные и всякие негосударственные доходы они считают что это видимо им свыше такой подарок и они настолько прекрасные люди что им это положено пожизненно ну вот что закругляю хочу сказать что русским людям конечно надо думать о своей жизни без того чтобы русские объединились в какую-то крупную общественную структуру мы конечно русофобов из власти не выгоним одни русофобы заменятся на других ну помрет Путин рано или поздно это произойдет или помогут ему как Ельцина помогли это нас вообще не интересует его личная судьба нас не интересует но на его место придет другой русофоб вот человек там типа Хлопонина или типа Кириенко их много там подготовленных уже к подлостям не к служению родни а к обслуживанию интересов олигархической банды их там много и они вам еще расскажут какие они огромные патриоты как Собянин рассказал что он тут будет делать в Москве какие прекрасные деяния будет только выберите меня ну вот сымитировали выборы вроде как его выбрали не надо никогда голосовать за людей которые ничего за русских не сказали никогда никогда если человек не участвовал в русском движении нечего за него и голосовать кто это такой для нас это абсолютно никто соучастник оккупационного режима или человек который хочет просто поживиться от присутствия в органах власти вот и все у нас 10 сентября будут выборы русским предлагаю на эти выборы ни в коем случае не ходить 16 губернаторов будут якобы избирать это только те люди которые прошли через так называемый муниципальный фильтр муниципалитеты полностью замещены членами партии Единая Россия или их халуями естественно они не пропустили ни одного достойного человека среди кандидатов губернаторы 10 сентября не будет ни одного русского человека я вас уверяю с русскими фамилиями будут русского человека там не будет поэтому нам на этих выборах делать нечего если на президентских выборах в 18 году мы не увидим русского человека участника русского движения нечего нам делать на этих выборах активный бойкот активный бойкот должен быть активный бойкот что это такое не бегать по улицам Надо своим родственникам, друзьям, близким людям, знакомым говорить. Нечего делать на этих выборах. Это полная фальсификация. В фальсификации участвовать нельзя. Это постыдно. Это соучастие в преступлении. Не участвовать. Активно противодействовать. Вот именно в такой форме. Бытовой и повседневной. Политические, общественно-политические организации, конечно, должны попытаться выйти на площади и заявить о своем несогласии с такого рода имитациями выборов. Должны выйти. Но сейчас власть обозлилась. Она знает, что она проваливается. Она знает, что дни режима сочтены. Поэтому всячески старается не допустить на улицы русские общественно-политические организации. В Москве, в частности, постоянно идут отказы. Абсолютно беззаконные отказы в том, чтобы русские организации вышли на площади. И дальше это будет усугубляться. И 282 статья. И людей сажают специально, чтобы они не смогли высказать свое мнение наиболее сильных ораторов, организаторов до президентских выборов. Потом пусть молотят все, что угодно, ради Бога. Вот главное до, чтобы все молчали и радовались, и объявляли, что в стране все прекрасно, и Путин просто спаситель для нас. Нет, надо полностью отвергнуть этот режим. Полностью исторгнуть из своего сердца всякие элементы доверия к нему. Это оккупационный, враждебный каждому русскому человеку режим. Да и нерусскому тоже, если он не прилепился к этой власти. Русский ты настолько, насколько ты участвуешь в русском общественно-политическом движении, ставящем себе целью устранения, ликвидацию оккупационного режима и установления русской национальной власти, которую построит русское национальное государство. Не враждебное к другим национальностям, а дающее этим национальностям понимание того, что такое Россия, в какой стране они живут и как себя должно вести в отношении русского большинства. Субтитры создавал DimaTorzok